МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Служба реализации сжиженного газа связал данные изменения с безопасностью производственного объекта газоснабжения и посещающих его людей. У нас опасный производственный объект. В связи с сложившейся ситуацией у нас происходит большое скопление машин, скопление людей. Машины люди приезжающие ставят прямо на въезде, что мешает проезду пожарным машинам, машинам инкассации и прочим машинам специальных служб. В целях безопасности люди будут платить только через Сбербанк. Вторая причина. Это сделано для того, чтобы людям было удобно проводить оплату, потому что у нас подъездов особых здесь нет, автобусы непосредственно к нам сюда не подъезжают, остановок поблизости нет, остановок маршрутных, такси нет. А люди могут платить теперь через Сбербанк. Данная оплата касается только тех пользователей, которые получают жижный газ из коллективных газгольдерных. Эта система внедряется исключительно только для удобства наших абонентов. Возможность оплаты через Сбербанк позволит сэкономить время, финансы. Оплату за газоснабжение абоненты будут носить без комиссии. Наша организация заключила договор и всю комиссию берет на себя. Для оплаты через Сбербанк абоненту необходимо с 20 по 28 включительно позвонить по номеру телефона 5-22-06-3-15-26-3-15-24 либо сотовый телефон абонентского отдела 8-967-339-5-777. Передать свои данные, показания счетчиков. Значит, в конце месяца мы заносим все эти корректировки в электронную базу 1-го числа, передаем все данные в Сбербанк, и абонент для оплаты через Сбербанк приходит, набирает в терминале, либо у кассира, либо через Сбербанк онлайн, вводит свой номер лицевого счета. Тот абонент, который не знает номер своего лицевого счета, может обратиться к нам. Если вы находитесь в отпуске, длительной командировке, по другим причинам не пользуетесь газом, вам необходимо прибыть в абонентский отдел, представить бумаги, документы, пояснить свой вопрос, и вы получите разъяснение, как поступить. Здесь у нас останется абонентский отдел существовать, будет он работать, но основную свою работу он будет направлять на работу с должниками, которые не оплачивают за потребленный газ, и также будут давать всю информацию непосредственно людям, которые обратятся. Это у кого какая задолженность, кто сколько может заплатить, какая сейчас цена на газ в данный момент. Продолжение следует...